Поставим твою кассету. Итак, у нас есть к тебе ряд вопросов. Наши зрители тоже могут задавать вопросы в трансляции, в живую. У нас сегодня живая аудитория есть. Так, первый вопрос. Скажи, у тебя проектов Teams X, Creations X присутствует цифра 6. Что это означает? Это моя фамилия. Ну, литерали. Моя фамилия Шистка на украинском это значит 6. Поэтому я особо не заморачивался, на самом деле, с названиями. И как бы просто перевел. Так что тут никаких оккультных смыслов нет. Как бы. Скажи, как и когда ты пришел к Вапорвейву и что для тебя эта музыка значит? Ну, сложно сказать когда. Да. Это... А, я понял. Все, я понял. Да нет, нормально. Вот так, да, отлично. Короче, с Вапорвейвом получилось как-то все довольно органично. В том плане, что... Ну, я как-то сам не заметил, как это произошло. Потому что кассетами я занимался довольно давно. Еще там... Ну, в общем-то, я ими никогда не переставал увлекаться. Был период в начале нулевых, когда я коллекционировал диски вместо кассет. И я до сих пор жалею об этом. Столько кассет упустил. Ну, если серьезно, то просто вот когда как-то это все примерно в одной сфере происходило. То есть был разный дрон, new age, ну, new age, там разные какие-то вот такие low-fine жанры, которые все на кассетах выходили. И периодически в них стал попадаться какой-то типа вапор. Но еще тогда даже, по-моему, слова такого не было. То есть просто люди делали какие-то... Ну, типа брали сэмплы. Но не так нагло, конечно, как это уже стали делать там к 14-15 году. Вначале брали просто коротенькие кусочки там из каких-нибудь new age кассет 80-х или там записей, там рейки, медитация и прочие штуки. И вставляли это просто там в качестве элемента. Вот. Ну, постепенно такого стало становиться все больше. Я как-то сам не заметил, как я уже, короче, стал слушать его порой. Ну, поначалу это было, конечно, ну, просто как прикол такой. Типа, ну, особо никто всерьез это не воспринимал. Это был скорее мем такой, ну, шалость такая. Но как-то довольно быстро это все стало слишком серьезно, если можно так сказать. Ну, в том плане, что жанр как-то заметили, там, типа, стала появляться публика. Поначалу это было просто из разряда, типа, зацени, какая странная у меня есть кассета. Здесь просто какие-то старые замедленные попсовые треки. Как-то так. Как появился global pattern и что значит это название? А, ну, это уже когда появился в шестнадцатом году. Ну, на самом деле появился так же, как все лейблы появляются. Просто в какой-то момент у тебя появляются проекты, которые негде издать и вместо того... Ну, мне никогда не нравилось там писать на лейблы, присылать демо, типа, писать кому-то, послушать мою музыку. Мне было проще сделать лейбл и начать там издавать саму себя. Ну, собственно, global pattern также появился. Я издал там какие-то пару своих проектов, ну, а потом тут же подтянулись и остальные. А название... Название... Ну, на самом деле это примерно как с пантеоном. Пантеон там расшифровывался как пантеофания. И это, ну, с греческого было что-то вроде как всеобщее присутствие божественного... Ну, короче, такая одухотворенность природы, что ли, в общем. И, ну, соответствующая тематика лейбла была. Такая мистика, природный эмбиент и сопутствующие. А с global pattern мысль, собственно, такая же, что вот есть некая глобальная такая штука, которая во всем везде проявляется. Вот, но вместо каких-то мистических более там настроений, это уже скорее вещи более социальные и даже политические. Ну, типа, а что сейчас глобально? Капитализм и авторитарные режимы, алгоритмы и так далее. Ну, в общем, рефлексия уже пошла больше в сторону какого-то насущного реального мира. Вот, я думаю, просто с этим был связан... Ну, это как переход в моем личном, так сказать, становлении. Так, и это отразилось, видимо, на переходе с одного лейбла на другой. Ну, Pantheon сейчас уже практически неактивен. Кстати, как раз хотел спросить про Pantheon. Для тебя та музыка, которую ты там издавал в DROM, стала менее актуальной? Или ты можешь просто реализовывать все это уже в рамках global pattern? Ну, да, в общем-то, в какой-то мере я понял, что, ну, в той, чисто в той форме, в которой это было на Pantheon изначально, наверное, да, и мне, во-первых, и меньше как будто бы стало такой музыки в целом, потому что я в основном издавал отечественных исполнителей, и как будто бы их действительно стало меньше. А во-вторых, ну да, так как я сам стал больше там погружаться в вапоры и смежные всякие штуки, стало интересно, ну, как-то более глобально взглянуть на вещи. Вот, и получилось так, что да, сейчас я могу на лейбле спокойно издать, вот, свой альбом или там, ну, абсолютно такой же DROM, как и раньше, но это уже как будто бы немножко даже в другом контексте получается. Ну, я не вижу в этом ничего такого, ну, типа, если раньше, можно сказать, лейбл меня немножко стеснял в плане размах по жанрам, то есть мне приходилось отказывать, если там что-то слишком экспериментальное было, то сейчас я как бы, ну, совершенно никак не ограничен, и все, что мне нравится, может быть. То есть и сейчас ты уже не позиционируешь Global Pattern как вапор лейбл? Абсолютно. Ну, в общем-то, особо никогда так и не позиционировал, просто оно как бы сложилось, что уже в этой сцене он стал известен именно там благодаря сначала, ну, что это типа российский вапор лейбл, потому что я, ну, там, российский вапор издавал, но его тоже очень немного, и поэтому как бы, ну, быстро стало некого издавать. И уже, ну, как бы, одно время лейбл ассоциировался со Slash Wave, потому что Slash Wave, это был, ну, лично мой любимый подвид вапора, соответственно, я как бы, ну, лейбл это чисто моя вкусовщина, и вот как она меняется, так меняется и лейбл. Сейчас уже я ухожу от чистого вапора, ну, то есть совсем мне уже тоже как-то чистый вапор не очень интересен, я уже там начал продвигать соларпанк как жанр музыкальный, какой-то IDM, AMBAND, и, в общем-то... И хип-хоп. И хип-хоп, да, то есть хип-хоп с соларпанковским уклоном, почему бы и нет. Теперь к вопросу о контекстах. Во времена пантеона у тебя бывало такое, что один релиз выходит, ну, релиз от одного музыканта выходит на пантеон и на глобал паттерн, но при этом в одном случае это позиционируется просто как drone, ambient, в другом там добавляется приставка вапор, и все это начинает восприниматься немного по-другому, с этой обложкой, и этот звук начинаешь воспринимать по-другому. Это как вообще работает? Ну, это, собственно, присущая жанру такая штука, как постоянная смена контекста, и, в общем-то, что такое вапорвейв, если так более философски посмотреть, то это ресайклинг, это переработка старой музыки, часто давно всеми забытой, ну, как было, например, с японским сети попом, который, ну, там, слушали редкие ценители именно такой музыки, и тут вдруг он становится супер популярным, именно благодаря вапорвейву, потому что люди просто начали сэмплировать эту музыку. А сэмплировать они ее начали потому, что это позволяло избежать копирайт-страйков на ютубе или там где-нибудь еще, потому что, ну, японская музыка мало была индексирована вот этими всеми копирайт-системами. Сейчас это уже не так, уже сейчас практически все освоено алгоритмами, но тогда это еще был такой, типа, способ как бы улизнуть. Ну, и плюс действительно прикольный материал, из которого можно все делать. Ну, короче, про контексты там, да, можно сделать обычный дрон-эмбиент, ну, сделать ему вапорвейв-обложку, и получится, как будто бы это уже вапордрон или дримтон, как сейчас пишут в сцене вапорвейва. Прикол, я думаю, как раз вот в том, что это как бы уже такой пост получается. Как будто бы люди, с одной стороны, ну, с одной стороны люди, называющие эту музыку дримтоном, они, например, зачастую даже не слышали про дрон, не знают ни про каких там дрон-исполнителей, то есть они думают, что это что-то появившееся вот в этой сцене вот сейчас, буквально недавно. Вот, ну, как правило, это совсем молодые ребята, там, 15-16 лет, они же и делают эту музыку. Вот, и для них как бы становится это открытием, когда ты, ну, там, когда я им скидываю ссылку просто на пантеоне, на какой-нибудь релиз, который звучит абсолютно так же, и там дата релиза 2000, там, 14-15 год. В общем, это просто постоянный такой процесс, который, в общем-то, если в любой сцене достаточно долго вертишься, ты начинаешь замечать, что постоянно переизобретаются всякие старые фишечки по-новому, и порой целые жанры так переизобретаются, называются как-то по-новому, и вроде как, как будто это действительно что-то новое. Но тут очень тонкая грань. А, да, это мои друзья с других лейблов. Окей, мои друзья с Европой и ЕС, и все, и все, и все, и все. Извините, мы говорим русский, потому что, знаете, это русский. Но скоро я буду играть на панте, поэтому вы не хотите... Просто ждите немного. И привет всем. Лиминал, я знаю, что ты здесь. джим шарс and everyone it's nice that you're watching guys keep 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 watch поговорим немного физических носителях что чем для тебя ценны кассеты это такой вопрос ну как знаю за что почему вы любите кушать дуб кассеты не знаю когда мне было 10 лет я купил первую свою кассету это была группа сектор газа вот на тот момент это мне казалось самой экспериментальной вообще странной музыка которая только существует и я получил по ушам от родителей и в общем мне приходилось ее прятать вот но постепенно через пару месяцев я собрал всю коллекцию все альбомы сектора газа и я думаю но частично это обусловлено было тем что кассета это что-то маленькое что легко спрятать плеер это что-то очень удобное что можно слушать на урок сидя с одним наушником в ухе ну и вообще как бы ну вот как-то таком возрасте наверное еще не сильно рефлексируешь почему тебе это нравится но это было самый дешевый способ естественно добыть музыку вот ну и там уже просто пошло-поехало чел который продавал в нашем небольшом поселке единственный единственное место где можно было достать кассеты естественно там в основном был шуфутинский пугачева и сборники союз вот но специально для меня он доставал каннибал корпс и что-нибудь в таком духе вот и ну и вот собственно с тех пор я как-то слушал 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 то есть не было такого момента что типа ну я говорил что какой-то момент начал собирать диски но ну и казалось что типа блин диски это очень круто такой классный чистый звук вообще но потом ты понимаешь что этот чистый звук далеко не всегда нужен вообще и ну я слушаю не из-за звука из-за самой музыки а зачастую сама музыка она как бы грязная и звучит уже и делать ее чистый довольно странно ну и плюс все вот эти моменты там перематываниями зажевываниями в этом есть что такое очень материальное очень физическое что ты осознаешь ценность этого альбома даже не столько потому как но как раньше вспоминаю да многие что вот раньше у меня было там 10 кассеты я знал их от корки до корки все все треки подряд переслушал там по 200 раз вот это тоже да ну вот что мне всегда нравилось это что с кассеты ты осознаешь такой момент что когда-нибудь она испортится когда-нибудь она затрется сломается заживется и и это нормально потому что она не должна жить вечно так же как ну вообще все и и в этом есть что-то короче что-то такое необъяснимое к чему очень привязываешься и начинаешь ценить это потому что она с тобой не навсегда и у тебя на лейблах всегда главным носителем да то на пантеоне были еще и диски так как ну аудитория подобралась такая что в основном хотели диски причем даже не сидер а именно compact диски которые на сложно было себе позволить меня все равно делал сидерки вот но как бы кассеты все таки то есть это было скорее как компромисс а так кассеты да ну винил я бы тоже хотел издавать но сам понимаешь это тоже совершенно другой бюджет и другие размахи поэтому кассеты это я считаю еще очень много лет будет для всякой низовой музыки разных странных жанров будет единственным доступным форматом класс на global pattern был недавно опыт выпуска и час релизов и сидели лизов насколько он успешен и можно ли говорить о ревайвале от этих носителей про вечер с определенно до вечер очень хорошо заходит и сейчас прям какая-то новая сцена из молодых ребят вот на западе в основном которые занимаются моддингом видео плееров и делают даже ну из там из всяких переходников с алиэкспресса делают видео синтезаторы ну то есть штука на которой ты можешь накрутить какие-то эффекты просто разноцветные пятна фидбэки там вот и это все прогоняется через vhs там видео пульты и получаются на крутые визуалы которые с ними можно работать как с самими по себе вот и но также с их помощью можно обрабатывать какое-то видео уже существующие получается такой как бы но тоже вопорвейв только визуальный можешь взять какое-то видео прогнать его через эту всю систему но исказиться дань до неузнаваемости вот и ну либо просто играть одними этими эффектами это уже ну какая-то какой-нибудь вот то есть ну такая цена сейчас есть и там довольно много всего происходит очень прикольно за этим наблюдать хотелось немножко приобщиться тоже как бы там с кем-то посотрудничать и я попробовал несколько релизов сделать мне хорошо давай не зашли вот а диски диски это скорее был снова такой реверанс в сторону ностальгии для тех кто по ним ностальгировать есть и такие люди которые ностальгируют по дискам и собственно angel который mind spring memories она просто в какой-то момент у меня спросила типа как насчет выпустить дисков потому что я вот конечно понимаю кассеты там винил но я вот в основном слушают диски я такой блин ну давай сделаем но честно говоря продалось что к 10 поэтому как бы о ревайвале говорить вряд ли можно как-то обычно реализуешь bandcamp только bandcamp и все а география покупателей 99 и 9 процентов европа америка япония австралия новой зеландии и ну там может быть пол процента россии так вообще если посмотреть на колик на бэнкэмпе на количество поддерживающих в аппарате лизы там обычно очень много ты имеешь ввиду их иконки да хоть там и все бесплатно но тем не менее так создается со стороны впечатление что очень высокий уровень поддержки это действительно так работает можно ли на этом сделать легкие деньги грубо говоря легкие деньги на вопорвей можно было сделать лет пять наверное назад вот когда был прям пик этого жанра и тогда процветали так называемые скальперы это люди которые следили за обновлениями топовых лейблов и топовых исполнителей там вроде какого-нибудь телепата там или dream каталог и лейблы обычно писали точное время когда будет выпущен релиз и в это точное время там все эти люди садились за компьютер нажимали 5 5 5 5 5 5 как только появлялся релиз его раскупали тут же за считанные секунды и уже на следующий день он появлялся на дискокс в 3 4 5 10 раз дороже и люди все равно покупали потому что они хотели заполучить этот релиз и это мог быть еще предзаказ который типа там три месяца будет делаться но уже на дискоксе его продавали и как бы естественно скальперов все они любят и до сих пор они существуют вот и очень многие лейблы из-за этого вводили всякие политики типа там один релиз в рыло никаких типа там ну и все такое там никаких покупок на один адрес там много всяких разных уловок было чтобы этого избежать вот вычисляли даже особо лично людей кто этих занимается и банили их это все в общем но я должен сказать что скальперы на самом деле сыграли на руку сцене ее популяризации потому что просто многие пришли слушать его парвейв по той простой причине что типа блин почему эта фигня так сильно продается почему там такие огромные бабки я то я хочу узнать я тоже хочу заработать и был какой-то момент да когда на этом реально люди делали огромные деньги это был как какой-то онлайн казино блин ну типа реально ты хочешь купить пластинку но у тебя не получается потому что идет тут же раскупают за 15 секунд там лейблы из-за этого конечно же очень сильно возбуждаются тут же делают допечатывают из тираж еще и еще вот начинается инфляция этого всего в общем обширная тема но короче сейчас в общем то все уже более менее устаканилось лейблов стало очень много разных суп жанров поджанров течение очень много поэтому уже в общем то все разбилось на такие микросцены внутри этого большого так сказать явления и там уже как бы ну своя публика свои лейблы которые уже в принципе точно знают сколько копий они могут продать и особо никаких там сумасшедших гонок уже не бывает даже телепат который недавно все-таки решил переиздать свой старый материал на виниле даже его сделали открытый предзаказ ну типа без ограничения копий сначала собрать деньги потом заказать пластинки вот чтобы понять сколько реально нужно и там неделю он висел открытый ты мог можно было заказывать заказывать как бы ну и там что 3000 копий по-моему они продали вот но такого уже конечно нет если говорить лично про global pattern то да это было но долгое время это как бы мое единственное занятие ну помимо там моих личных музыкальных проектов выступлений мастеринга обложек там дизайнов ну в общем все связано с сферой вот но если как бы насудить там средней зарплате среднего разнорабочего в санкт-петербурге ну примерно так я думаю ну типа можно да можно жить вполне вот яхты не купишь но в этом как бы я думаю есть большая удача просто в том плане что ну как-то типа я долго там находился есть огромный круг общения знакомств там ну своя какая-то аудитория которая следит именно за моими проектами но в общем-то так в любом жанре наверное происходит рано или поздно когда ты долго этим занимаешься долго и упорно вообще какая география реальная география у vaporwave сцены просто большинство продюсеров пишет у себя и токио гонконг а а в действительности как и какое место там россия занимает россии довольно немного ну хотя как если посмотреть в контакте паблика вы порвает life либо порвает лиф я не знаю можно и так и так наверное читать нужно что он как бы живет или он live но в общем его ведет один из первых вообще вы порвает коллекционеров патрик патрик он раньше занимался еще vhs всякими клипами на вы порвает проекты и в этом паблике постоянно публикуется именно отечественного порвает ну просто люди в предложку кидают и он все публикует абсолютно все без разбору то есть просто чтобы показать что и что есть как вот но там к сожалению все сводится в основном типой а я узнал что что существует в парвает и замедлил свой а мы сделали это в десятитысячный раз но как бы поэтому да ну конечно много кто этим балуется так сказать но так чтобы говорить о каких-то проектах которые но некоторые слова серьезно не очень подходит между но таких проектов которые бы ну там были как-то известны там и в общем-то этим сильно увлекались их не так уж много но тут я думаю ты сам знаешь журнал моции from tokyo таханаулу космик сайклер из якутска у него тоже лейбл горджиус лайт тоже один из первых российских кто в апарам занимался и ну да в россии короче нет не сказал что очень много этого есть и не так уж много слушателей вот а в основном география это на самом деле америка то есть большинство тех кто пишет что они из токио и называются каким-нибудь иероглифами это скорее всего какой-нибудь паренек из угай вот или из портланд а почему-то очень много в портланде сан-франциско майами ну то есть есть очень большая сцена в аппарате его в бразилии чили аргентине у них есть прям целое такое сообщество латин в аппарате вот и это как какой-то свой целый отдельный мир вот очень интересная сцена и ну и все-таки есть какое-то количество в японии действительно вот все таки есть дать его тоже не очень много но очень много слушателей из японии то есть лично у меня ну довольно часто покупают из японии вот и мне как каждый раз интересно и хочется у них спросить типа ну когда ты видишь название альбома который стопудово написано с десятью ошибками потому что ну все пользуются просто google translate там и у меня есть подруга из токио которая ну все время угорает с этого жестко типа говорит но это все равно что на русском ну вот как у нас есть там китайские товары с этикетками где по-русски что там вместо буквы b твердый знак и в таком духе вот длине и для них это примерно так же выглядит вот но тем не менее им это прикольно и тоже нравится да папа рвейв да и я недавно видел у вас в инстаграме такой мем с обезьянами обезьяны 3 объясняю что ты не можешь слушать обычный для удовольствия это критика капитализма я просто хотел эстетика и вот как так получается что люди вдруг начали слушать вот этот музык который считался мусором и получать от этого удовольствие это именно дело в эстетике или в каких-то более глубоких вещах может на самом деле я могу часами на эту тему говорить наверное давно пора не знаю какой-нибудь статью написать ну я писал и пишу периодически что-нибудь там в постах на и music of our way можно иногда найти мои тексты где этом но если видите простыню текста к альбома то это скорее всего я написал что остальные ребята там ограничивается двумя абзацами типа там ночной токио неоновые огни классно вот если там 30 абзацев то это я короче что я могу сказать тут все довольно странно потому что с одной стороны я знаю ребята которые но стояли у истоков этой сцены и которые это все создавали и они совершенно ну то есть они были школьниками им было реально по 14-15 лет вот телепату было 14 лет когда он первый альбом сделал там остальные не намного старше и они просто угорали они просто угорали им было просто по приколу и все и они не особо ничего не умели просто ребята открывали для себя первый раз жизни фрути лупс и учет там ковыряли замедляли какую-то музыку вот но потом как бы это все подтягивается этот анализ в том плане что они-то может быть ни на чем особо не задумывались но есть такая вещь как некий такой коллективный процесс какой-то культурный такой поезд социокультурных явлений который даже не поезд а скорее такое капшовый эскаватор который вот так по кругу крутится и просто туда затягивает людей и в это все перелопачивается потому что ну просто ну музак и вообще в принципе музыка какой-то момент перестала быть средством отдыха и досуга как это было раньше ты ставишь пластинку и ты слушаешь ее музыка очень стала фоном вся музыка абсолютно любая даже мерзбо люди слушают фоном просто там чтобы сидеть и ходить под него вот я лично знаю таких персонажей и ну типа если ты даже хорош но из музыку которая казалось бы должна вытрясти из тебя мозг кровь из ушей сказать типа выключи меня даже это слушается фоном там не говоря уже про какой-нибудь панк-рок которые типа там играет в модных кафешках и ну типа все все превратилось в фоновый потоковый звук который это всюду льется там музыка в такси музыка в магазине музыка короче я это говорю к тому что все превратилось в этот музак пресловутый ты как бы уже ну редко редко кто действительно меломаны действительно ценители да они может быть по-прежнему садятся и слушать свою пластинку но для большинства людей музыка стала просто еще одним раздражающим фактором которые наваливаются на тебя вместе с рекламой вместе с вот этими всеми интернет-алгоритмами которые пытаются те что-то продать собрать твои данные перепродать их и это все смешалось в огромную кучу и музыка просто выступает уже как инструмент для этого процесса ну и капитализм он как машина бездумная машина так поделезу если просто машина которая руководствуясь твоими желаниями и даже не твоими желаниями желаниями которые навязаны тебе сверху там какими-то корпорациями используют для этого музыку которую ты когда-то знал и любил какие-то твои триггеры из детства которые тебя цепляют типа кассет или винила или там короче вот это вся ностальгия она все начинает использоваться этими алгоритмами для того чтобы продать тебе что-нибудь и в этом плане вы порой был таким огромным факом тыкнутым в лицо как бы этой всей индустрии потому что он нарушал один из главных столпов вообще капитализма авторское право и когда ты ну тем более живя в америке нарушаешь авторское право тебя реально могут посадить ну типа не посадить тебя могут штрафовать тебя могут судить это реально но такие случаи были там вспомнить как металлика судилась там ну типа в россии конечно это не так воспринимается но там это типа ну это такой панк-рок своего рода типа веб-панк собственно это и называли то есть люди просто ну им надоело то что им скармливают что-то что если ты типа 15-летний подросток из американской провинциальной школы значит тебе должен нравиться блин 182 офф спринг если ты девочка ты должна слушать там и тебе как бы это продается под видом протеста там или под видом вместе с соответствующими шмотками и соответственно право это было такой бессознательный как мне кажется порыв просто типа если этот мир не может предложить нам чего что-то настоящее мы сделаем это сами причем сделаем это из ну из того что нам дали мы типа это деконструируем и соберем заново так как нам нравится поэтому да поэтому тут действительно присутствуют все эти процессы с критикой капитализма но я бы не сказал что надо было сынать потом уже подтянулись эксперты и критики и люди которые уже действительно с этим в голове это делали например ну вроде меня я действительно иногда делаю что-то из исходя из того что вот я хочу там перетековать такую-то тему я вот постепусь надо над этим таким таком вот но в целом это какой-то я думаю естественный процесс для музыкальной индустрии в целом но у нас уже много времени я сказал что могу говорить под конец про solar punk пояснить что это такое solar punk это как бы ну типа снова таки лично моя какая-то такая штука я в какой-то момент увлекся ну темами того как бы могло выглядеть будущее если бы она не выглядела так как его обычно сейчас изображают там в голливуде или там в комиксах или короче меня в общем в какой-то момент довольно давно уже меня стало напрягать что весь вся фантастика я с детства обожаю фантастику вообще в принципе и стал напрягать что вся фантастика мрачная что все просто апокалиптичное что все такое дистопичное и везде сплошной мрак и в будущем нас ждет только разруха зомби и там какой-нибудь очередной вирус и так далее вот и она ну понятно почему потому что мы в общем то уже в этом всем живем и ну как-то незаметно этот апокалипсис наступил и в общем то и мы даже ну особо не напрягаемся вроде бы как ну там очередная волна коронавируса и никто не кричит что типа вау это же как в киберпанке там каком вот и роботы ездят по улицам доставляют пиццу но типа короче мне было интересно как можно представить будущее чтобы она не была таким мрачным и если вообще такие альтернативы и такие альтернативы есть то есть жанр solar punk как жанр это ну вот что-то про солнечную энергию экологию всякие зеленые технологии то есть это не про возврат там к природу обратно там return to monkey как были недавно мемы нет совершенно нет то есть это просто про то что технологию можно использовать не для контроля там наблюдений создания боевых дронов для того чтобы ну наоборот делать мир лучше типа как об этом мечтали когда-то ну то есть золотой век фантастики он был довольно оптимистичный там какой-нибудь озимов или советскую фантастику почитать там все цветущее зеленое а тут мы вдруг в каком-то мраке сером постоянном дождливом вот этом неоне и ну мы в общем-то в нем и так живем зачем об этом мечтать еще вот и поэтому я как-то ну стал этим всем увлекаться и solar punk он в принципе в литературе уже довольно давно существует музыки его как такового не было и я подумал что блин а почему бы как бы не не дать этому какой-то небольшой boost в плане того что типа собрать артистов которые как мне кажется могли бы звучать ну в этом ключе и типа рассказать им что ну что есть вот такой образ и вот я сделал в прошлом году сначала один сборник потом 2 сейчас вот будет 3 скоро 3 сборник уже три с половиной часа очень много людей подтягиваются очень много позитивных отзывов очень много срачей также вот со сторонниками жизни во мраке как я понимаю ну или просто пессимисты против оптимистов как всегда в общем это такая история что ну не обязательно быть закорнелым оптимистом там или что-нибудь такое просто мне захотелось ну какое-то альтернативное видение будущего представить и не утопичное при этом потому что solar punk это еще кроме эстетики фишка в чем что solar punk это не не просто эстетика а это целый набор всяких ну как бы практик которые ты повседневной жизни можешь внедрять так сказать одну типа там на начиная с банального там на ближайшем пустыре высыпать семян каких-нибудь цветов и сорняков вот есть там движение поклонс это ну лонс это газоны газоны в америке же все любят газоны вот но газоны это очень анти экологично очень неприкольно вот и люди типа забамбливают газоны семенами сорняков чтобы они там росли и чтобы туда прилетали пчелы птицы чтобы вместо красивой зеленой но абсолютно безжизненной полянки у тебя было реально штука да ну и дальше дальше в будущее то есть solar punk это вот что то что начинается здесь сейчас и уходит как бы в будущее каким-то идеалистическим конечно картинам которые сейчас кажутся утопичными где типа все живут в таком здоровом мире с чистым воздухом никто не убрасывает мусор не знаю не разливают не в тоннами и так далее вот ну пока что это все кажется конечно очень нереальным или таким фантастичным и мне часто пишут там особенно в интере очень часто пишут типа делюжинал нонсенс но пожалуйста мне не жалко я как бы ну то есть я понимаю что быстро в этом мире ничего не изменится и вряд ли музыка на это может очень сильно повлиять но возможно музыка может повлиять хотя бы на то чтобы люди просто в принципе составили себе впечатление что есть что-то другое что ну будущее не обязательно тотальное погружение постоянные больше больше мурак вот поэтому тогда кто-нибудь начал уже подхватывать да да уже довольно много музыкантов подхватили ну и то есть им реально нравится этот жанр и все эти идеи и начинают как бы на основе этого уже там как-то свою музыку переделывать и действительно жанр нужно было просто немножко как бы ну типа вот собственно тоже эти семена как бы забросить я подумал что почему бы и нет с таким кругом общения где очень много разных артистов тем более свежие что-то появится в сцене это тоже очень опасаешься что индустрия это тоже проводит конечно конечно мне уже начали писать другие лейблы которые говорят типа чувак ты должен сделать тройной винил там с гейтфолдом и ламинацией и должен сделать футболки ты чего не видел у тебя типа эти кассеты solarbank мигом раскупили типа там 75 штук да тут минимум 300 копий винила можно зафигачить ну и так далее вот и я понимаю что с одной стороны как бы это несколько как будто бы противоречит но с другой стороны чем чем это популярнее тем лучше но с третьей стороны нет нифига я не стремлюсь к тому чтобы это стало каким-то популярным и массовым потому что больше не значит лучше это вот одно из главных таких главных таких болезней современности вообще в целом что обязательно надо больше если ты что-то делаешь у тебя должно быть больше подписчиков больше слушателей больше покупателей больше стримов на платформах и так далее ты должен быть на всех платформах нет я сторонник минимализма и лучше меньше но лучше и поэтому у меня только bandcamp и там и ну какие-то остальные соцсети которые я очень вяло веду и с удовольствием бы удалил на самом деле ну что мне кажется bandcamp достаточно это единственная нормальная площадка для вообще всего вот у него есть конечно куча минусов и он выглядит как сайт из двухтысячных либо порвай вы это только лучше и короче лучше меньше но лучше и пусть у меня будет небольшой круг действительно вдумчивого слушателя чем широко известность людей которые как-то ну непонятно зачем пришли что вы там нашли поэтому ну да есть опасения что из этого снова могут сделать just aesthetic и такое неоднократно случалось то есть капитализма есть такая способность присваивать даже свою собственную критику как с вопровой да да как собственно и произошло но начало тиражироваться то есть это просто просто эстетика просто эстетика эксперимент ушел из вопровой его и поэтому да поэтому мне поэтому мне тоже хотелось идти куда-то дальше потому что ну я начал чувствовать в эту стагнацию что как будто бы все основа завертелась по кругу поэтому ну вот как-то так посмотрим что будет дальше и если у нас вопросы у кого-нибудь очень много всего есть можно просто но я могу паски а тут вопрос был какие из практик solar панка люди могут уже сейчас реализовать я говорил там до просит бомбинг и гидропонику и прочие штуки связанные с растениями то есть очень много движений которые занимаются там ну просто распространением знанием о том как можно у себя в квартире выращивать помидоры например ну потому что у нас это еще более менее норм но на западе есть большая проблема с тем чтобы кушать просто нормальную здоровую еду все что ты покупаешь в магазине очень пластмассовая и поэтому люди заморачиваются и выращивают ну типа но не им-то с детства не говорили что у них не было дачи и мне говорили что можно самому вырастить еду и для многих особенно молодых ребят это открытие что типа вау помидоры это не что-то что продается в магазине их можно вырастить у себя на балконе а даже если у тебя нет балкона ты можешь поставить фитолампу ты можешь делать вертикальные грядки из пластиковых бутылок и так далее так далее короче очень много всяких штук касательно там еды и зелени выращивание всяких штук потом ну разные горизонтальные инициативы типа там помочь бездомным бороться за городское пространство доступное для всех для людей с разными особенностями ну очень много людей в этом тоже потому что там это как никогда актуально такие вопросы как типа ну как мы можем вообще построить какое-то будущее какой-то какой-то экологии говорить ну типа когда ладно там ну мы к природе плохо относимся там засираем мусором каким-то но что говорить о природе когда люди даже между собой не могут какую-то экологию наладить экологичную среду в которой ты будешь чувствовать себя безопасности неважно какого цвета у тебя там волосы кожи там и так далее вот и в общем то это все сходится ну короче это обширные можно почему бы нет можно вообще даже не делать уже кассеты на один лейбл делал релиз просто с бэндкэмп кодами напечатанными на бумажке в которой переработанная бумага с семенами растений и ты скачал на бэндкэмпе а бумажку посадил в горшок ну вот это хороший вопрос это для отдельной дискуссии вообще тема я бы сказал про капитализм как в нем выжить и у меня тогда последний вопрос воперваив мертв и никогда не был живым спасибо за беседу передаю тебе деку спасибо спасибо хорошие вопросы так встречайте тимофей тимс x спасибо про Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девушки отдыхают... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я только... Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА